Управление государственных доходов Актау разрабатывает геоинформационную карту исполнительной власти. Проект оценивается в 10 миллионов тенге. Он объединит электронные базы всех госорганов и будет содержать данные о налогоплательщиках. Подробнее в материале Тамары Степановой. В объединенном центре приема и обработки информации управления госдоходов Актау ежедневно обслуживают до 200 жителей. Впервые в области бизнесмены могут получить налоговые услуги и провести таможенное оформление в одном месте. Практически 85% всех операций обрабатывают в электронном виде. Руфат Егизбаев в бухгалтерском деле уже более 15 лет. Наблюдая за развитием налоговой службы, он отмечает большие перемены к лучшему. Был человеческий фактор на лицо, много вручную сдавалось отчеты. Сейчас виден прогресс. Сдаем все по электронной почте, через кабинет налогоплательщика, где нам оперативно дают криптоключи. Нет очередей, аврала, ажиотажа. Наш президент Султан Абисович Назарбаев тоже обращал внимание, что Казахстан должен становиться современной страной в плане цифровых технологий. А здесь у нас практически все к этому идет. Особый упор здесь делают на улучшение качества обслуживания бизнес-среды и внедрение IT-технологий. Впервые в Казахстане в операционном зале установили 4 моноблока. Теперь все образцы заявлений жителям предоставляют в электронном виде. Если раньше было все бумажно, то есть это занимало, во-первых, время, это искать бумажно, это было не очень удобно. А сейчас электронно, то есть какое-то налоговое заявление мне нужно сдать. Я пришла, посмотрела, заполнила, сдала. Недавно здесь презентовали геоналоговую карту. На большом экране обозначена информация обо всех действующих налогоплательщиках АКТАУ. Начиная от названия предприятия и адреса до их задолженности. Сегодня эту базу данных решили расширить и назвать геоинформационная карта исполнительной власти. Она уже объединяет все исполнительные власти города АКТАУ, как органы госдохода, земельный отдел, отдел юстиции, УВД, все-все, наши все программы. И мы полностью видим про налогоплательщика, что, как, какие сокрыты эти налоги, кто вообще является добросовестным, кто недобросовестным налогоплательщиком. И, что самое главное, что позволяет, не выходя из кабинета, администрировать налогоплательщиков. Другими словами, снизится количество проверок и риск возникновения коррупции. Карта расширит налоговую базу. Ее обновленный вариант представят уже весной. В широком доступе карта появится к Новому году. Тамара Степанова, Салмат Бигбаев, АКТАУ, Хабар, 24.